В Казахстане начинается социальный проект по изучению государственного языка. Овладеть им можно легко и быстро при помощи видеочата с носителями. Сервис начнет работать уже через несколько дней. Юлия Искевич продолжит тему. Интернет-общение в рамках социального проекта «ТИЛИ» призвано не только помочь казахстанцам овладеть государственным языком, но и объединить поколения. Несмотря на то, что в качестве преподавателя может выступить любой, свободно владеющий казахским, основную ставку создатели проекта делают на носители языка старшего возраста. Именно они, рассказывают основатели проекта, владеют всеми лингвистическими тонкостями. Я не думаю, что люди Саула смогут общаться без помех, но люди в городе и около городов имеют вполне адекватный доступ к интернету. Большая часть людей, с которыми мы общались, достаточно продвинуты, но мы также содействуем им в помощи, настроении, скажем, нашей системы, регистрации, и помощи, чтобы люди не испытывали технических проблем для использования сервиса. Кумис Нугайбаева в преклонном возрасте взялась за изучение компьютерной грамотности. Всё для того, чтобы стать лучшим учителем языкового проекта. Я очень хочу помочь изучать казахский язык и тем, кто им не владеет или владеет очень слабо. Как только я узнала о проекте, сразу решила участвовать. Этот сервис, к слову, не единственный проект, который создали в последнее время, чтобы помочь казахстанцам освоить государственный язык. Помимо обычных курсов за лингвистическими знаниями, то и дело зовут мультимедийные порталы и даже эксперименты в формате реалити-шоу. Только всё это почему-то не очень действенно, констатируют эксперты. Проекты есть, но эти проекты почему не дают таких желаемых результатов? Потому что они по объёму очень мало участников. И то, что делается, хорошие вот эти начинания, надо нам просто развивать их побольше, чтобы эти проекты работали. В следующем году, кстати, в план финансирования управления собираются внести пункты выделения денег на поддержку проектов по изучению государственного языка. Это, считают чиновники, может простимулировать появление качественных систем изучения. Таким, например, стал проект «Волшебная ручка», которым успешно пользуются практически во всех детских садах Алматы.